Ну что, приветики. Фон мой не меняется. Хотела вам показать прелести ровного среза. Вы видите, без укладки ровный срез, даже вот он. Поэтому я обожаю ровный срез, именно машинка. Мне очень понравилось. До этого мне делали ножницами, эффект был не такой. Машинкой нету ни сечки, ничего. Так что, он на мне помады от L'Oreal. Спрашивали, скатывается ли она в белую полоску. Ну, собственно говоря, смотрите, вот. Все отлично. И тушь «Сияна Москва». Неправильно в тот раз произнесла. Голубая. Ничего ж не смотрится. А, укладки у меня нет. Я что-нибудь такая. Потому что что? Потому что власть. Пойдемте, а то Светланка нас ждет. Еще нужно заехать на Озон, забрать ту штуку, про которую я вам говорила, от сорняков. И популяризатор сразу заказали. Но не сразу, точнее, спустя тень. Не пришло, оно все в разное время. Но в основном, это заказ приходит за полтора дня на Озон, намного быстрее, чем на Валбересе. На Валбересе в Москве приходит быстро. В Волгограде где-то дня три-четыре. Светочка. Светочка. Что там? Дела еще ищешь? Да, дела делишки. Мартышки. Ну, голубая тушь так неплохо смотрится, да? Ну, синяя, точнее, даже. Да, синяя голубая? Нет. Ну, ресницы у меня длиннющий капеш. Мама, даже в такой ситуации, когда очень короткая стрижка, всегда завяжет бульбень. Смотрите на этот бульбень, бульбенек, гляньте. 100-500 невидимых. Помнишь, ты меня ржала надо мной, когда у меня было каре в 15-м году? Я просто, знаешь, закалывала так она ум. У меня кучерявый волос, я его не укладывала. Это бестол. Сейчас вот такой же тоже самое будет. А лично ни разу. У тебя пушистый больше. Да, и жечь не хочу. Ну, вот такая. Вот такая, вот такая. Алкоголь, фу, сигареты, фу. Она только сказала, фу-фу. Вот. Что такое? А, ты печку включила? Ну, да, конечно. Важно. Поехали в вазон. Смотрите, девчонки, я вам сейчас покажу тостер, который я купила родителям в МВД. В общем, это Китфорд. У меня папа давно хотел именно на 4 секции. Обычно на 2 секции это на 4. Мама еще не пробовала, не тестировала. Я решила вместе с вами его опробовать. Тут у нас, смотрите, мощность, я так поняла. Ага, ага, вверх, нахладить. Блин, аннотацию надо же читать. Интересно. Вот как бы оно. Вот так вот, ок. А, это мощность 2. Все, поняла. Поняла. Ну, значит, не просто на четверке стоит. Сейчас включим. И я специальный хлеб купила. Мой любимый. Аютинский хлеб. Тостовый. Здесь они с разными семечками. В общем, сейчас попробуем. Протестируем. Посмотрим, как он годный или нет. Стоит он для такого тостера не так уж и дорого. Техники Китфорд у меня было достаточно. То есть у меня и пылесос дома там, в Москве Китфорд. И шнековая соковыжималка Китфорд. Но то мне присылали. Это я купила сама. Перед тем, как использовать тостер, нужно обязательно вот так вот прогнать его без хлеба. Чтобы он отстренул. Как раз таки запах вот этой новой техники будет. И затем уже можно хлеб спокойно туда дозирать. Ой, запах такой пошел. Как вот новая техника. В общем, вот такой вот хлеб получается на четверке. Он как раз таки и поджаристый, и румяный. И не сильно горелый. А горелых вообще нет. Есть у нахлаждения. Есть вот такой режим. Хороший прям. Ничего не скажешь. И быстрый он очень. Класс. Сейчас я покажу вам один из своих самых любимых салатов. Он называется, ну я его так называла, сытный. Но вообще в основном я его ем вечером. И после него чувство сытости реально держится до следующего утра. Ну и смотрите, я беру вот такую брынзу. Я ее попробовала, она мне очень понравилась. Это брынза. По-моему, 50 с чем-то рублей она стоит. Но она очень хорошая, вкусная реально. Дальше табурец, помидор. Это стандартные ингредиенты. Это у нас салат айсберг. И пекинская капуста. Также я добавлю специи и чуть-чуть тыквенных семечек. Сейчас все покажу, как я буду делать. Давайте это не будет сытно. Это будет вечерний салат. Смотрите, я беру пиау такую побольше, чтобы было удобно смешивать. Вот такими полосочками, естественно, всю пекинскую капусту промыла. Это молодая пекинская капуста. И просто вот такими полосками нарезала. И сейчас по той же схеме буду добавлять салат айсберг. Вот нарезанный салат айсберг. Теперь следующее у нас идет сыр брынза. И вот такая картина получается. Помидор, огурец, сыр брынза. А потом салат айсберг, пекинская капуста. И все. Кажется, что так его много за счет объема вот этой вот зелени, капусты. На самом деле его не так много. Сейчас я подумаю над заправкой. Все-таки хочу заправить его с сметаной. Не знаю, почему. У меня дефицит кальция. Мне хочется всего очень молочного или что. Но это вкусовщина. Мы все это прекрасно понимаем. Что мне из специй нравится добавлять? Это вкусная соль. Потом сок лайма или лимона. Потом томат, базилик, чеснок. Приправа камис обожаю. И катани. Мне очень нравится. Это перечная смесь с паприкой. Тоже очень вкусное такое сочетание. Заправлю все-таки сметаной. И вот такой салат у нас с вами получается. Мне очень нравится. Последнее время ем только его. И я надеюсь, вам этот рецепт тоже понравится. И вы захотите повторить. И по вкусовым каким-то ощущениям это будет тоже ваш продукт. И также надеюсь, что этот рецепт был вам полезен. Только начала лалы-тралалы. Села камера. У нас с вами... Не села, а кончилась память. У нас с вами рубрика Beauty One. Как я и обещала. И, собственно говоря, с чего бы я хотела начать. Во-первых, я вам отраву, которую я заказала на озоне и поливизатор покажу в следующем влоге. Потому что мы не стали распаковывать. Все в коробках лежит в машине. Ждет, когда мы поедем на кладбище. Обработаем все это. Доделаем дома. Так как эти два дня были дожди, из-за этого смысла туда ехать не было. Что бы я хотела вам сказать. Совсем недавно я вам показывала марку Хайоджин. Вот эту. И сейчас очень-очень внимательно, девчонки. Потому что это касается не только именно вот этих вот брендов. Но в основном это касается какой-то косметики подороже. Какой-то более дорогой косметики корейской и так далее. Вот это касается именно данной категории. И в принципе конкретно этого бренда. Совсем недавно. Я когда сразу получила это сообщение, опубликовала пост предупреждения. Совсем недавно мне пишет девочка. Ален, привет. Там типа ха-ха-хи-хи. Я лучше закажу на Wildberries. Кидает скрин. Скрин ставлю вот сюда. Кидает скрин. Что у человека, который занимается косметикой. Она спрашивает, сколько стоит в конкретстве вот этот тоник. Тонер. Вот этот крем. Который я вам показывала. И, собственно говоря, сыворотка. На официальном сайте Korean World. Это проверенный сайт с корейской косметикой. И эта посылка мне приходила из Южной Кореи. Именно на упаковке была Южная Корея. И когда мне скинули трек-номер, она отслеживалась с Южной Кореи. Быстрая доставка ЕМС. Я видела, собственно говоря, сколько это стоит. Где-то, условно говоря, в среднем, где-то 1200-1800 стоит каждый продукт. Каждый продукт. И я такая, ну, это как бы уже выше бюджета, понятное дело, это уже больше как к люксу идет. Ну, как бы корейская косметика, она есть у нее такая же категория подешевле, подороже. Ну, в общем, понятное дело. 1200-1500 – это средняя стоимость каждого продукта бренда Хайоджин. За исключением масок. И, значит, этот недобросовестный инстаграм-пользователь, по-другому я его не назову, продает это все по цене от 5 до 6 тысяч рублей. 5, 5, 500 и 6 тысяч. Накрутка, сыворотка стоит 2200 на сайте Korean World, в разделе бренда Хайоджин. 5, 500? Серьезно? Не, ну вы, блин, серьезно? Вообще, я вам расскажу вкратце, как вообще, если вы там хотите заняться бизнесом, как это работает. Вы находите поставщика. Желательно, чтобы поставщик был из самой Кореи. Вы договариваетесь на определенное количество закупки оптом. Опт, соответственно, за счет большого количества вам дают, ну, где-то большую, где-то небольшую скидку. То есть, например, сыворотка, условно, 2000, оптом она будет стоить полторы. За счет оборота у вас получается, вы закупаете дешевле. И продаете по этой же стоимости плюс-минус накрутка в 100-200 рублей к вот этому вот опту у себя. И так получается грамотно именно строить бизнес. Но тут, тут, извините, покупать по стоимости розничной, по розничной цене и выдавать на 3-4 раза дороже, обманывая тем самым покупателя. Нет, у нас есть какой-то процент людей, которые это купят. И за 5 тысяч рублей, и за 6 тысяч рублей. Ну, камон. Вы решили купить, блин, с Вайлдерис и пихнуть дороже? У меня нет слов. Девчонки, если вы заинтересовались каким-либо брендом, тот же самый LaRouche-Posay, кстати, эту маску сейчас будем тестировать. Девчонки, заходите на проверенные источники, зайдите в Золотое Яблоко, зайдите на официальный сайт LaRouche. Не покупайте через Инстаграм. Особенно это касается тех, я не говорю про все магазины Инстаграм, я говорю конкретно про тех людей, которые накручивают, блин, 400%. Будьте аккуратны, будьте бдительны, прежде чем покупать что-то у человека, у которого вы заинтересовались тем или иным продуктом, погуглите, сколько он стоит в других магазинах. Если это стоит, например, плюс-минус дороже, дешевле, там он вам какие-то плюшки дает, еще что-то, но это лично мое мнение, и мы можете не согласиться. Просто это очень важная информация, что осторожно бывают вот такие вот недобросовестные продавцы. Вот, то вот, пожалуйста, как бы посмотрите, ознакомьтесь, прежде чем что-либо покупать, потому что могут накрутить такую стоимость. Это вообще Инстаграм. Инстаграм раньше как бы славился таким вот достаточно интересной политикой продажи косметики, но вот это меня прям убило. Я бы не обратила на это внимание, если накрутка была 500 рублей. Фиг с ним 1000 рублей. Ну, когда накрутка 4000 рублей, у меня вообще нет слов. Собственно говоря, что я сейчас буду делать? Сниму сначала макияж и сделаем с вами ларушпазе. Кстати говоря, сейчас покажу пустые баночки и вот расскажу об этой маске из фикса. Девчонки, не берите вот это вот новое. Игня полная, вообще прям полнейшая. Так, и пустые баночки. Значит, по поводу вот этих масок от Пайо, она у нас идет, это маска разглаживающая и подтягивающая. Ну, обычные маски, девчонки, ничем не сверхъестественные. Тратиться на них не вижу смысла, тем более без скидки ни 400 рублей за тканевую маску нет. Лучше уж взять корейскую. Честно, вот эта вот маска, которая Хайоджин, любая абсолютно, она стоит 130, по-моему, рублей. На Валберис она лучше. По качеству и по итогу кожа лучше впитывает сыворотку вот этой маски. Ну, это тоже как бы, ну, чуть-чуть похуже. Хайоджин, а так, в принципе, такая же, но стоит дешевле. Дальше у меня тут маски Хайоджин, собственно говоря. Я их сейчас вытащу, я просто их скинула, не знаю для чего. Так, ладно. Лак Гот Туби вот такой закончился. Я его покупала очень-очень давно, когда еще тут жила. И на самом деле моя мама не пользуется активно так, как я, лаками для волос. Лак не очень. Лучше все-таки мне из бюджета понравился Тресеме, лак, который идет для объема. Дальше вот такая штука. Это Тафт Объем и Свежесть. Пудра для укладки для волос, склонной к жирности. Продолжительная свежесть, экстра объем от корней. Это то же самое, что и пудра их классическая, только в формате спрея. И чем-то похожа она на сухой шампунь. Это гибрид сухого шампуня, их пудра знаменитая. Ну, в общем, как-то так нормально. Я бы еще повторила, когда после укладки. Хотя это обычный сухой шампунь, смысла переплачивать нет. Если на акциях, то... Так, дальше у меня откручиваем. Что тут? Ага, вот эта маска закончилась. 55 рублей в фикс прайсе. Неплохая маска. Неплохая, да. И липкости не оставляла, и на ночь хорошо увлажняла. Прямо, да. Вот такая альгинатная закончилась. Нет, N-Skin все-таки лучше. Русские производители не умеют, к сожалению, делать хорошие альгинатные маски. По крайней мере, я ее не встречала. У меня были разные. У меня были и от Organic Zone. Мне понравилось абсолютно. Потом у меня была еще какая-то вот фитокосметика. Нет, все-таки Корея лучше в этом плане. И вот они, собственно говоря, еще маски от Hayojin. Зеленая, розовая и голубая. Так, дальше. Что у нас-то еще закончилось? ICO у меня попадался в коробочке красоты. Артикул на 9.05. Это Faberlic. Гель для кожи вокруг глаз. Ну, обычный гель, честно. Алоэ, но оно и в Африке алоэ. Он единственный плюс в нем был, это то, что он легкий. Он невесомый. Он быстро впитывался. Подойдет на лето. Так, дальше. Вот такая штука. Сила гиалурона, глубокое питание. Вот такая маска. Белита. Ой, не помню, в третьей или четвертой у меня была эта маска. Как бальзам, как хороший бальзам. Супер работает. Так, вчера я попробовала пробник от Payo. Прям вот, знаете, это что-то среднее между скрещено-салициловая кислота, такое ощущение, и глина черная. И все это очень хорошо подсушивает кожу жирную. Если у вас есть какое-то высыпание или забитые поры, то это все очень хорошо работает. Я не знаю, можно ли найти аналог дешевле, но, как мне кажется, можно. Но это обычная глина. Вот так я вам хочу сказать. Но больше именно в конкретике лечебная глина. Вот так. Но неплохая маска, по крайней мере. Да, если будет на скидках, как бы взять полный размер можно. Так, закончился у меня такой крем-гель для кожевых глаз от темных кругов. Тоже брала я. Он чем-то похож на ICO от Faberlic. Тоже легкий, невесомый, какая-то водичка. Если вы не любите что-то утяжелять на вашем веке, на кожевых глаз, то да, отличная история. И вот этот вот продукт, он мне не нравился. Чайные пакетики Raybush. Разглаживающие жидкие патчи от морщин Anti-Age. Вот такие. Мне не нравился этот продукт. Мама моя была в восторге. Вот, как видите, на вкус все фломастеры разные. Все пустые баночки сложу. Вот. И поэтому, если продукт не подходит мне, не значит, что он не подойдет вам, соответственно. Так. Сейчас мы это все выкинем. И теперь приступаем к снятию макияжа. Воды так и не дали горячей. Вот хожу. Нагреваю себе. Но это, как всегда, это тенденция спартановки. Мы всегда отключаем воду, когда похолодание. Например, когда было плюс 20, можно было бы плюс 20-25, можно было бы отключить, и все было ок. Но нет, зачем? Мы людей помучаем. Я люблю экстрим. Суть другая. Я люблю экстрим. Так. Смываем макияж. Все по схеме. Я даже могу с этим гидрофильным маслом открыть. Это у меня тихо-йоджина. Я вам все показывала. Так. Но я надеюсь, в информацию мою с волей, девчонки, в плане выбора косметики, покупки, я все-таки вам советую присмотреться к чему-то проверенному. Тем более, если вас смущает столь завышенная стоимость, хотя бы если вам нравится супермагазин в Инстаграме какой-либо, посмотрите в сравнении цен в других источниках. Потому что когда ты начинаешь бизнес, именно в плане покупки косметики и ее продажи, нужно брать и находить себе оптового именно поставщика, чтобы люди не офигевали от вашей накрутки. Но это лично мое мнение. Вы свое тоже можете написать. Точнее, можно и нужно написать. Так. Ну все, мы сняли, сейчас смываем. Так. Я сразу умылась умывалкой. Умылась умывалкой. Тавтология вот этой вот. Хайоджин. Ну то есть у меня гидрофильное масло, умывалка. Все по старой схеме. Посмотрим такие глаза. Тупатые вещи. Так. Ладно. Лирика. Отступление. Сейчас открою масочку нашу. Она все у меня запаковано. И попробуем ее, собственно говоря. Мне прям очень интересно. Хоть бы у меня от Ларушпазе не было аллергии. Как у меня было от их гидрофильного. Ой, не гидрофильного. Это термальной воды. Так. Ну продукт легендарный. Я, ну как бы, обязана попробовать. Более качественную очищающую маску, в принципе, можно найти в бюджетном сегменте. И как бы сравнить, есть ли смысл переплачивать. Но я тоже обязана. Так. Что, что, как ее тут открыть-то? Ну, Алена не может. Она ищет легких путей. У меня, кстати, заказ на зоне. Очень интересный ролик будет. Серьезный. Я стараюсь разнообразить свой канал. Просто различные тематики у меня в голове крутятся. И заказ сезона будет просто интереснейший. Поэтому, девчонки, дождитесь, сама жду. Так. Она у нас кремовая. Почему-то потому, что она будет глиняная. Она у нас кремовая. Вот такая маска. Эфоклар, напомню еще раз вам. Покажу. Вот упаковка. Очищающая, матирующая маска для жирной кожи. Абсорбирует излишки кожного сала. И даже невидимое глазу загрязнение. Глубоко очищает поры. Контролирует избыточное выделение кожного сала. И матирует кожу. Маска содержит два вида минерала. Глины. И термальной воды. Ларуш-позе. Ох. Господи. Хоть бы все нормально было, правда. Оставить ее на 5 минут. Погнали. Буду носить руками. Вот такая маска. Вам видно? Видно. О, она приятная. Прям плотненькая. Ну, не должно обсыпать, по идее. Вроде как. Может, на какой-то компонент. Не помню, что у меня еще было. По-моему, мулашка, что ли, Ларуша у меня была. На это все мне назначали после лазерной шлифовки. То есть, после вот этих вот всех манипуляций. Мне Марсел Антири порекомендовала. Я помню, мама пошла, купила. Или я что-то такое. Нет, я не покупала тогда. Это мама моя купила мне Ларуш-позе. Я говорю, мам, сколько стоит она? 700 рублей. Я такая, ты что? А, это минуточка была. Сколько? Почти 10 лет назад. Конечно, я там, то что, 700 рублей? А сейчас ты думаешь, ну, 700 рублей. Потому что все дорожает, как бы. Сейчас уже бюджет, я смотрю, 700, 500 рублей. Я такая, вы что? Остановитесь, остановитесь. Так. Ну, приятная маска. Я чуть-чуть ее абсолютно использовала. Не потому что я экономлю, а просто, ну, мне достаточно. Я ровный слой сделаю, именно рукой достигаясь ровного слоя. И ждем с вами 5 минут. Как по инструкции все будем делать. Ой, не показала вам лицо дону, но вы, в принципе, видели. Все. Взять нас через 5 минут. Вот, как маска застыла за 5 минут. Смотрите. То есть, ровным таким вот слоем. Я беру спонжик вот такой. И начинаю я размачивать для начала. Ну, в принципе, лучше размочить, да, что-то я тупанула. В общем, я сейчас смой покажу. Вот, что называется, раз уснуть с макияжем. Вот, один у меня из красавчика. А так, вот, оценивайте сами кожу. Сейчас я еще и посмотрю. Ну, ничего сверхъестественного. Вообще ничего сверхъестественного. Я не знаю, конечно. Я ее потестирую. Маска как маска. Ровненькая кожа. Все. Но это и обычная глиняная так работает. Я не знаю. Посмотрим, девчонки. Рано делать выводы, но под первым впечатлением ничего сверхъестественного. Вау, что выписаться кипятком нет такого. Ну, может, у меня такая кожа? Ладно. Так, я освежу чуть-чуть. Это у меня Avon Adapt средство. Спрей. И что я нанесу? Крем, тонер, все дела. Так, нанесу вот это, вот это. Что нанесу? Ну, сыворотку вот эту возьму. Так, что, 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 что. Больше ничего не хочу носить. Просто вот чисто потестирую эту маску. Ну, не знаю, как-то. Все от нее в восторге. Я чуть пока... Я просто огромное количество масок за всю свою историю ведения канала, да и не только перепробовала, что как-то вот что-то выделить я не могу. Так, сыворотку High Agence тут уберу. Видите, у меня очень мало ее осталось. Блин, губы обветвались. Сейчас, пока у нас будет впитываться сыворотка, я нанесу... Это у меня блефарагель. Когда у меня на лице хоть одно высыпание, неважно какое, но только начало цвести или уже оно угасает, я не делаю гуаши. Массаж. Гуаши я делаю только, когда у меня ничего на лице нет. Так. И нанесу крем. Хаёджин, вот этот вот. Двойное увлажнение. Такс, 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 такс. Так. Ладно, палочкой беру, вот столько, наверное, хватит. Не-не-не. Не вот так больше. Бах. Ладно. Еще на шею нанесу. Тык-тык. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, я еще колу пила. Угу. Колу выпила, вот что у меня. У меня организм реагирует моментально. Знаете, на что? На гадость какую-нибудь колу. Чипсы. Вот это вот все как здравствуйте. Вот такая у нас с вами красота. Кстати говоря, там, по-моему, писали про уход за кожей, что, типа, по поводу ровности кожи, там, человек бы поспорил. Я вам хочу сказать так, что, если вы не видите на моем лице супер ровного рельефа, это значит только одно, вы не внимательно смотрите мои видео, это раз. А во-вторых, вы не в курсе, ну, всей истории кожи, потому что не внимательно смотрите видео. В общем, у меня была затяжная болезнь акне, после которой у меня остались очень большие рубцы. Рубцы не убираются ничем, это только нужно или делать лазерную шлифовку под общим наркозом. Я такое делать не хочу, потому что не дают стопроцентной гарантии, что это все пройдет и будет идеально гладкое лицо. Я уже через шлифовку проходила, слезы, сопли, слюни, все было. Был вот такой нервный срыв, а нервы мои дороже, извините. У меня не такой уж прям плохой вариант, не накрашенная, но вообще как бы еще ровнее смотрится. Если я там делаю какой-то макияж, он при каком-то освещении тоже нормально смотрится, не так уж у меня прям и рубчатое лицо, да, там в рубцах я имею в виду. И это никак не уберется, только если попробовать в дальнейшем что-то подколоть, но до этого я еще не дойду, потому что определенная смелость. Определенная смелость нужна, потому что итог может быть разный, это косметология. И потом если как-нибудь что-нибудь не так пойдет, я себя просто морально уничтожу. Поэтому нет, вот сейчас вот отлично и лучше, знаете, лучше чем есть сейчас не станет. Вот, массажики и все, и все будет хорошо. Самое главное, лицо видно, что ухожено и отлично. Так что, девчонки, обязательно следующий блог ждите. Вот, он тоже будет для вас, я так думаю, интересен. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Ссылочку на инстаграм оставлю вам, если не подписан на мой канал, вспоминала текст. Если не подписан, то обязательно подписывайся, ну а я с вами прощаюсь. Всех любит, целуюся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok